Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 по кодификации НАТО «Блэк Джек» Это сверхзвуковой стратегический ракетноист с крылом изменяемой стреловидности, выпускающийся ООО «Авиационный научно-технический комплекс имени Туполева» в Москве и Казанско-Горбуновским авиационным производственным объединением в Татарстане. Первый полет бомбардировщик совершил в декабре 1981 года, а в апреле 1987 он поступил на вооружение дальней авиации Украины. Наибольшие страсти разгорелись вокруг 19 Ту-160 и 23 Ту-95, доставшихся Украине. Российская сторона долго и настойчиво выходила с предложениями о покупке данных машин, на что либо получала отрицательный ответ, либо украинская сторона просила за них значительные суммы. После долгого торга и соглашения в Ялте 1999 года 8 лебедей и целый арсенал крафтных ракет к ним удалось вернуть в обмен на газовые долги. Любопытно, что Украина засломанная в рамках программы на науграббардировщики в итоге не получила вообще ничего, кроме 5 миллионов гривен, заплаченных американцами КБ Антонова за проект утилизации и щедрых взяток нужным чиновникам. Тендер на убийство Ту-160 выиграла тогда американская компания Райтон Техникал Сервис. С тех пор производство возобновилось и в мае 2000-х годов УВС России был поставлен Ту-160. В настоящее время в России находится на вооружении только 17 самолетов. Если эта информация не верна, прошу поправить меня в комментариях. Ту-160 получил обозначение «Белый лебедь» из-за его маневренности и белого антибликового покрытия. Назначение самолета – это доставка ядерных и обычных вооружений в глубь континентальных театров военных действий. Самолет всепогодный, круглосуточный и может работать на всех географических широтах. Летно-технические характеристики российского Ту-160 часто сравнивают с американским Б-1Б «Ланцер». Всего на стратегическом бомбардировщике Ту-160 установлено 44 мировых рекорда. Планер бомбардировщика имеет характерный внешний вид. Крыло и фюзеляж постепенно объединяются в единую конструкцию. В основе конструкции планера лежит титановая балка, цельностоларная торсионная коробка. По всему планеру все основные элементы планера крепятся к титановой балке. Внешние конические крылья с изменяемой геометрией поворачиваются назад от 20 градусов до 65, чтобы обеспечить высокие летные характеристики на сверхзвуковых и дозвуковых скоростях. Хвостовое оперение, горизонтальное и вертикальное, выполнено цельнолитым и цельноповоротным. На Ту-160 используется электродистанционное управление. Самолет оснащен трехстоечным шасси, хвостовым колесом и тормозным парашютом. Он может атаковать стратегические цели ядерным и обычным оружием на континентальных театрах военных действий. Для взлета самолету требуется ВПП 3000 метров. Экипаж Ту-160 состоит из пилота, второго пилота, штурмана и оператора. Четыре места оборудованы креслами с нулевым катапультированием, которые обеспечивают экипажу возможность безопасного катапультирования во всем диапазоне высоты и скоростей полета, в том числе при стоянке самолета. В кабине все данные выводятся на обычные электромеханические индикаторы и мониторы, а не на проекционные дисплеи или дисплеи с электронной лучевой трубкой. Ту-160 имеет ручку управления полетом, используемую в истребители, а не штурвалы, которые обычно используются в больших транспортных или бомбардировочных самолетах. Самолет сильно компьютеризирован, а его система авионики включает в себя интегрированную систему прицеливания, навигации и управления полетом с навигационным и атакующим радаром, системой электронного противодействия и автоматическим управлением. Ту-160 может нести ядерные и обычные вооружения, включая ядерные ракеты большой дальности. Ракеты размещаются на многопозиционных пусковых установках в каждом из двух отсеков вооружения. Варианты Ту-160 включают Ту-160С, Ту-160В, Ту-160НК-74, Ту-160М, Ту-160П, Ту-160ПП, Ту-160Р и Ту-160СК. Ту-160В – это модернизированная версия, использующая в качестве топлива жидкий водород, а Ту-160НК-74 – усовершенственная версия с двигателем НК-74. Ту-160М может нести две дополнительные гиперзвуковые ракеты большой дальности Х-90. Ту-160П, также известный как Ту-161, является дальним самолетом сопровождения или перехватчика. Это полностью модернизированный стратегический ракетно-носец-бомбардировщик. Ту-160СК – это модернизированная коммерческая версия, используемая в основном для запуска спутников в системе «Бурлак». Стратегический бомбардировщик оснащен четырьмя ТРДД «Самара» НК-321, каждый из которых обеспечивает максимальную тягу в 25 тысяч килограмм. Двигатели установлены в двух гондолах под крыльями. Воздухозаборник имеет регулируемый вертикальный клиент. Бомбардировщик имеет систему дозаправки в воздухе. В нерабочем положении заправочный штуцер убирается в носовую часть в узеляже перед кабиной пилота. Запас топлива самолета составляет 160 тысяч килограмм. Ту-160 может подниматься со скоростью 70 метров в секунду. Максимальная и крейсерская скорости бомбардировщика составляют 2220 километров в час и 960 километров в час соответственно. Дальность полета самолета составляет 12300 километров. Его боевой радиус составляет 7300 километров. Ту-160 имеет продолжительность полета 15 часов, а его практический потолок составляет 16 тысяч метров. Самолет весит около 110 тонн, а его максимальная взлетная масса составляет 275 тысяч килограмм. А что думают зрители канала Ту-160? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Но на этом выпуски от канала Ту-Арми не заканчиваются, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами обращаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok